Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как понять, если парень говорит, что нравлюсь? Нет действия с его стороны, сам душевно общается, светится когда рядом, но при этом нет действия. Есть ощущение, что специально делает ложный выпад, чтобы нанести мысль, чтобы я думал, что нравлюсь ему. Я держу сдержанно, но в соцсети трусия не добавляется. Общаемся, когда пересекаемся, связывают общие знакомые, при этом лайкают девушек. Я же скромная и естественная. Может открыто обсуждать детали внешности девушек. Ведет себя противоречиво. Если бы же нравилась, все равно бы проявил инициативу конкретно. Или либо нравлюсь, но недостаточно. В первую очередь вопрос здесь идет, конечно же, об уверенности в себе. Ваши анализы. Во-вторых, скромность и естественность – вещи разные. Дело в том, что скромность бывает, конечно же, естественной, но очень часто бывает и неестественной. Поэтому, что вы здесь в данном случае подразумеваете под естественной скромностью, оставляет вопрос. Во-вторых, похоже, ни вы, ни молодой человек не являетесь, скажем так, людьми уверенными в себе. А чем и что это значит? Ну, в первую очередь это означает, что вы боитесь оба сближения, вы боитесь оба проявлять себя, вы боитесь оба делать какие-то шаги на встречу. Вообще говоря, молодой человек вам, на мой, по крайней мере, взгляд, делает шаги на встречу. Вот. Ну, как и умеет, конечно, безусловно. Как и умеет. Но, тем не менее. Вы со своей стороны как будто бы шагов не предпринимаете. И вот это, на мой взгляд, очень интересный момент. Дело в том, что ждать, когда сделают шаги к вам, или ждать, когда продемонстрируют симпатию, это, на мой взгляд, путь в общем и целом в никуда. Поэтому я бы в вашей ситуации предложил бы в первую очередь поработать над уверенностью в себе, своей собственной. Для того, чтобы определить, а не сдерживаете ли вы себя где-то. И если сдерживаете, то все-таки эти зажимы в какой-то степени снять. Тому как ничего хорошего в любом случае из этого не получится. Ничего хорошего в этом смысле не будет ни для вас, ни для молодого человека, ни для перспективы ваших будущих отношений. Так или иначе. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Сравнивание. 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 Сравнивание, значит, молодым человеком, ну вот, девушек, да, как вот вы говорите, значит, сравнивание вас, например, с другими девушками или, 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 ага, или, значит, обсуждение им, ну вот, в этом смысле этих самых девушек. Безусловно, безусловно, ситуация неприятная, но молодые люди довольно часто прибегают к таким действиям. Молодые люди довольно часто ведут себя таким образом. Почему они себя так ведут? Это происходит, по крайней мере, на мой скромный взгляд, это происходит из-за неуверенности в себе, из-за желания, я бы сказал, себя вот как-то, знаете, что ли защитить. Конечно, вы можете в данном случае спросить, спросить, защитить от чего? От чего нужно защищать? И я думаю, что от, ну, от отвержения. То есть, в данном случае, парень, вероятно, так же, как и вы, боится, что его отвернут. Вот, и, соответственно, он пытается таким образом себя обезопасить. Нужно смотреть не на, так скажем, слова человека, а на его действия. И реагировать на его действия так, как вам это кажется адекватным. То есть, реагировать на действия человека, ну, допустим, свои реакции, скажем так. То есть, если какие-то вещи вы, например, для себя считаете неприемлемыми, если какие-то действия вы считаете, что молодой человек делает некорректно и неверно, то об этом необходимо говорить. Другой вопрос, что это в той или иной степени идет в расход. Это идет в расход с, скажем так, вашей такой, ну, позиции, что ли, пассивной позиции. И тут еще вам нужно будет выбирать. Тут вам нужно будет выбирать. Тут нужно выбирать, чего же вы хотите. Пока что у меня есть ощущение, что вы занимаете, скажем так, ну, позицию больше пассивную. Пассивную. Пассивную вы занимаете позицию больше. И, на мой взгляд, ничего хорошего из этой позиции быть не может. Вот. Ну, то есть, условно говоря, все, чего вы можете добиться или все, чего вы можете, к чему можете привести, скажем так, такой ваш подход, вот, это в общем и целом разочарование об отношении. Вот. Я не думаю, если честно, что это то, чего бы вы хотели. По крайней мере, мне так кажется. Поэтому, поэтому, я предлагаю вам, собственно говоря, сначала разобраться в себе, разобраться в том, например, чего вы хотели бы. А дальше уже более конкретно, более, так скажем, примитивно смотреть на то, как, как, как бы вы могли, могли, например, этого достичь. И так далее. Вот. Все варианты, все ресурсы, все способы, так скажем, для этого есть. Нужно только вам посмотреть, ну, как бы вот, чего вы хотите. Ну, на самом деле, например. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи. Удачи.